Жюль Бенуа Леви Затем поступил в мастерскую Жюля Жозефа Лефевра в школе изящных искусств Париж. Художник по истории и морю, он также работал над жанровыми картинами, изображающими кардиналов в анекдотических повседневных ситуациях, что было модно в то время. Поставлял свои картины в Париже, попробовал себя в различные жанры. Жюль Бенуа Леви отправился в Нидерланды, остановился на острове Маркет. Он создал 50 картин, которые показывают чувствительную и специфическую природу этих мест. Его эскизы демонстрируют точное воспроизведение атмосферы. Иногда для них характерны чистые осветленные цвета, зеленый или оранжевый, иногда серый и подернутый дым. В 1902 году он уставил в Париже 50 картин, сделанных им во время пребывания в Нидерландах, на тему повседневной жизни и типичных интерьеров. Представлял свои картины в салоне французских художников Парижа и получил третью медаль в 1895 году. Почетные упоминания в 1901 и медаль третьей степени в 1911 году. В 1911-1912 годах Менуа Леви представлялся в Монте-Карло во дворце изящных искусств на международной выставке. С 1111 по 1130 год выставлялся в живом салоне Гран-Пале. Был награжден орденом академических пальм, национальный орден, присуждаемый Французской Республикой, выдающимся академикам и преподавателям, а также за ценные заслуги перед университетами, образованием и наукой. Менуа Леви умер 14 марта 1952 года, в возрасте 86 лет. Вот так вкратце из переводной википедии о французском художнике и гравюре Жюль Бенуа Леви. Пока-пока, до свидания, смотрим работы. Субтитры подогнал «Симон»